Родился я в полноценной семье. В школе я учился хорошо, но где-то после восьмого класса мне захотелось выглядеть взрослым. И для этого я начал курить и выпивать. Я потерял интерес к учебе. И из-за плохого поведения меня из математического класса перевели в обычный гуманитарный. Потом, без особого желания, я отучился в ПТУ и пошел в армию, где я попробовал первый раз героин. В то время употреблять наркотики было круто и модно. После армии я познакомился со своей будущей женой. И вскоре у нас родился сын. Все было здорово. Жизнь незакона, много друзей, машина, деньги, постоянное веселье. Но все это оказалось лишь обманом. После двух лет такой жизни наркотики забрали все сполна. Мы потеряли все. Негде было даже переночевать. И кроме этого у меня начались приступы эпилепсии. В итоге я оказался в тюрьме. На тот момент, наверное, это лучшее, что могло со мной случиться. После освобождения ничего не изменилось. Я снова начал употреблять наркотики. Все отношения с близкими, со знакомыми были разрушены. Я должен был всем. Меня искала милиция, искали бандиты. Но я переживал только об очередной дозе. Желание жить пропало. Однажды меня и мою жену пригласили в христианский дом милосердия. Пройти курс по программе «Превосходнейший путь». Мы согласились и решили попробовать. С этого момента моя жизнь начала меняться. Бог стал открываться мне. И я со слезами на глазах произнес слова покаяния, которые изменили меня навсегда. Я стал смотреть на мир другими глазами. У меня появилось огромное желание жить. Спустя время до милосердия за нами приехала милиция. После допроса мою жену отпустили. Меня задержали. И я получил тюремный срок. Но я не переживал. Теперь моя жизнь была в руках Бога. И я полностью Ему доверял. На зоне у меня случился приступ эпилепсии. В тюремной больнице провели обследование и сделали операцию. Сама операция прошла успешно. Но когда настало время доставать катетер, моя сестра, потянув за него, достала только крышку. А пластиковые трубки не оказалось. Мне сделали общий наркоз. И я провалился. Когда я пришел в себя, ко мне подошел врач и объяснил, что они отпилили мне часть ключицы, но катетер так и не нашли. И примотали ключицу обратно на проволоку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!